Играет музыка В частный момент, об этом мы уже с вами говорили в наших эфирах, стал вопрос о том, что одной нашей программы мало. Количество тем, количество фейков, количество вбросов, информационных атак на Крым такое количество, что требуются люди. Причем требуются люди не структурно, работники телеканалов, либо СМИ, журналисты и так далее, а требуются люди с земли. Когда у нас с вами была информационная война и атака из Украины относительно того, что в Крыму голод, очень много сделали простые граждане, которые своими фотоаппаратами, своими видеокамерами сделали в социальных сетях информационную волну, рассказывающую всему миру и прежде всего украинским нашим бывшим согражданам о том, как на самом деле обстоят дела в Крыму. Очень многие телезрители спрашивают, чем мы занимаемся по вторникам и четвергам на Богдана Хмельницкого, 15. Я объявлял, что там проходят курсы спикеров, ораторов. Мы учимся ораторскому делу с точки зрения видеоблогера. И сегодня я хочу показать один из результатов нашей деятельности. В частности, вот такой видеопродукт, который может быть посеян в социальных сетях, на Ютубе, который называется «Ответ» в данном случае Дмитрию Потапенко, известному либеральному спикеру, который является учредителем и владельцем сети супермаркетов, он отметился на Московском экономическом форуме. Это такой рупор либерального крыла нашего с вами общества. И он высказался достаточно нелицеприятно о Крыме. И получается, что если бы, например, какой-то телеведущий сказал свой ответ, это одна история. Но когда ответ на высочайшем уровне говорит простой крымчанин, это дорогого стоит, я предлагаю посмотреть вот такой вот видеоблог. О чем? Крым никогда всегда был, что называется, койко-место, и все, он так и останется, койко-место. А то, что для нас это второй Кавказ, так так оно и есть, 393 миллиарда рублей, вынутые из кармана россиян и вкачаны в экономику Крыма, поэтому, в общем, причем большая часть это на референдум так называемый, поэтому, в общем, освоение бюджета происходить будет, а про экономику Крыма там нет ничего. Физически то, что было бы интересно с точки зрения экономики. Это всего лишь какая-то часть суши. И, соответственно, поскольку мы его аннексировали, в общем-то, у нас есть официально, есть политика всех стран по отношению к нам. Собственно говоря, аннексию Крыма не признал никто. Собственно говоря, как и Осетию и далее везде, мы осознанно и последовательно ведем самоизоляцию. Мы молодцы. Выслушав мнение Дмитрия Потапенко про Крым, как крымчанин хотел бы ответить. То, что для Дмитрия Крым не более чем спальное место, говорит о его мещанском мировоззрении. И о том, что Дмитрий, в принципе, не знает ничего про Крым. Ну или не хочет знать. Я бы мог предложить Дмитрию приехать в Крым и посмотреть все своими глазами, но уверен, что он откажется. Дело в том, что сейчас Крым такое уникальное место на земле, куда приезжают свободные, здравомыслящие, патриотически настроенные люди. А такие, как Дмитрий Потапенко, сюда не приезжают. Причем по собственному желанию. Ну и слава Богу. Что же касается нашего референдума, то Дмитрию все же придется смирить свое всепоглощающее эго и признать, что референдум в Крыму состоялся, даже несмотря на тот факт, что господина Потапенко на нем не было. Ну, в общем, такой видеоблог. С одной стороны, может показаться, ну и что здесь такого. Вы знаете, в то время, когда экономический кризис по всему миру достигает определенных масштабов, когда и цены на нефть рушатся, понижается уровень жизни всех людей, начинается вал истерии со всех сторон, безусловно, жить становится трудно всем. Дмитрий Потапенко не самый бедный человек. Он как бы олицетворяет либеральное крыло. И таких спикеров с той стороны достаточно много. Спикеров со стороны даже крымчан, а это очень принципиально важный момент. Знаете, мы как, с одной стороны, мы как фигура на шахматной доске нас передвинули, но мнение с земли... В социальных сетях, конечно, есть блогеры, которые пишут, но мнение с земли на таком уровне, чтобы оппонировать титульным спикером либерального крыла, у нас по пальцам рук пересчитать. И спрос на таких спикеров есть. И вот получается, что мы подумали в редакции нашей программы «Информационная война» и затеяли вот этот вот, в общем-то, эксперимент, проект, который называется «Ораторское искусство как управленческая дисциплина», на которой мы занимаемся монологической речью, когда мы проговариваем определенные вещи в структурированном виде, причем проговариваем перед широкой аудиторией, либо перед камерой. И там, и там требуются определенные навыки. Либо мы занимаемся диалогом, то есть мы слушаем оппонента, мы вырабатываем определенную композицию ответа, так называемая боевая схема речи, когда мы отталкиваемся от говорящего, отталкиваемся от его темы, разбираем три его подачи и, в общем-то, делаем вывод, связанный с тем, чтобы сделать определенный акцент относительно того, как к этому относиться. В принципе, наука не хитрая, но на самом деле ей не учат ни в школе, ни в вузах. И действительно, вы согласитесь, что спикеры, которые выступают на центральных ток-шоу, на центральных российских каналах, и на украинских в том числе, хорошие спикеры, привлекают внимание. Это актив, который в информационной холодной войне на самом деле дорогого стоит. И вот подготовкой таких крымчан мы и занимаемся. В связи с этим предлагаем посетить, познакомиться с нашими занятиями. Каждый вторник и четверг с 12 до 2 мы, в общем-то, встречаемся по адресу Богдана Хмельницкого, 15. Хочу сказать, что в этот вторник, который будет, мы сделаем фотосессию делового романтического портрета для всех спикеров, которым это интересно и которым, в общем-то, надо немножко раскачать свой визуальный ряд. Рядом со мной стоит камера. Вы обратили внимание, что Юрий Казакевич, который, в общем-то, проговорил ответ Дмитрию Потапенко, сделал это, в общем-то, просто. Он дома поставил на штатив фотоаппарат, включил функцию записи и записал на внутренний бортовой микрофон. Звук, в общем-то, не очень качественный с точки зрения, даже если сравнивать с интервью Дмитрия Потапенко. Я в данном случае поставил здесь минимальное оборудование, которое может пригодиться всем людям, особенно школьникам, ученикам, учащейся молодежи, студентам, которых интересует профессия видеоблогера, пункт первый, профессия телеведущего. А вы согласитесь, что человек, который может, умеет и знает, как говорить перед видеокамерой, в принципе, имеет навыки определенные телеведущего, которые могут повлиять на карьерный рост в той или иной степени. Соответственно, для того, чтобы записывать правильные видеоблоги у себя дома, нужно иметь штатив, он стоит в разных супермаркетах электроники от 1000 до 3000 рублей. Нужно иметь видеокамеру. Видеокамера с микрофонным ходом. А вот здесь есть микрофон. Вот такая вот петличка, называется Genius. Она стоит порядка 300 рублей в тех же супермаркетах. У этого микрофона есть вход, миниджек. Так вот, в камерах есть разъем под вот этот вот штекер. Либо фотоаппарат, либо видеокамера с микрофонным входом это основной инструмент видеоблогера. Камеры эти стоят в пределах от 17 до 25 тысяч рублей. Сумма, конечно, не маленькая, но с учетом того, что в многих семьях фотоаппараты уже есть и очень часто о последних моделях практически в каждом зеркальном фотоаппарате и почти в каждой видеокамере микрофонные входы есть, это можно использовать для того, чтобы тренироваться дома. Не только записывать ударные видеоролики и, например, пытаться оппонировать тем или иным медийным, раскачанным спикером, участвующим в телевизионных ток-шоу, во всевозможных экономических форумах и так далее, и так далее, и так далее. У нас есть огромное количество оппонентов по ту сторону перешейка, по ту сторону границы с Украиной. Им тоже надо оппонировать. С другой стороны, вот те занятия, которые мы проводим, и те домашние задания, которые мы раздаем, они связаны с тем, что дома надо действительно репетировать. Надо развивать свой речевой аппарат, надо развивать дикцию, орфоэпику, правильное произношение. Надо развивать умение попадать в вербальный поток, когда вы не подбираете слова и не перемежаете свои предложения такими звуками. А люди иногда их затыкают, они начинают подбирать слова. Это значит, что человек не попал в вербальный поток, и навыка вот этого тумблера еще не включилась. Для того, чтобы этот тумблер включился, камеру иметь желательно. То есть вы дома можете потратить на это занятие до одного часа. Если вы живете в социальных сетях, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках, вы читаете аналитику, следите за новостями, вы участвуете в диалогах, например, с какими-то людьми, имеющими отношение к аналитике, у вас есть собственное мнение, есть мотив, желание и умение говорить, то хочу сказать, что наша редакция информационной войны, в общем-то, планирует, я объявлю об этом отдельно, создать некий сетевой конкурс на русских спикеров. Я имею в виду русских не с точки зрения национальности, а русскоязычных. Людей, которые понимают, что такое русская цивилизация, которые понимают, в отличие от Дмитрия Потапенко, зачем, почему крымчане пришли на референдум и проголосовали за воссоединение с Россией после 60 лет достаточно условного отсутствия в составе РСФСР и создать вот это информационное пространство, которое так не хватает с точки зрения жителей Крыма. То есть, безусловно, у нас есть телеканалы, безусловно, у нас есть журналисты. Это люди, которые структурно исполняют свои функциональные обязанности. То есть, это люди, которым за это платят. Если в этот строй речи добавятся простые жители Крыма, причем совершенно разных социальных слоев, то есть, это будут учителя, это будут врачи, это будут те же предприниматели, совсем не обязательно, что только торгующие, но и что-то производящее, хотя и те, и те тоже могут иметь свое мнение, и оно тоже достойно уважения и внимания. Особенно интересует мнение людей, которым от 16 до 25-28. Молодежь. Молодежь учащаяся, молодежь работающая. Вот этих людей в информационном поле, в социальных сетях недостаточно. Причем недостаточно и с точки зрения пишущих, умеющих писать длинные, собранные, композиционно выстроенные тексты, и говорящих, умеющих на камеру говорить композиционно выстроенные блоги. Вот для того, чтобы создать такой кадровый корпус, кадровый резерв, мы и затеяли вот этот проект на Богдана Хмельницкого, 15, который называется «Ораторское искусство как управленческая дисциплина», и там мы отрабатываем различные методики, как работать со своей психикой, как настраивать свое настроение, как работать перед живой аудиторией, которая может насчитывать от нескольких десятков до нескольких сотен человек. Это один тип напряжения. И как работать перед видеокамерой. Очень многие спикеры, которые чувствуют себя как рыба в воде перед живой аудиторией, перед камерой почему-то теряются. Соответственно, нужно этот навык развивать. Приглашаю всех на Богдана Хмельницкого, 15, по вторникам и четвергам с 12 до 14. Мы расскажем и как учиться, и какое оборудование использовать. Это что касается вступительной части нашей программы «Информационная война». Хочу остановиться подробно на той ситуации, которая сложилась сегодня в мире, но хочу опять же оттолкнуться от Дмитрия Потапенко. Когда мы оппонируем людям, представляющим либеральное крыло, которые говорят о том, что Крым аннексировали, что сюда вкладывается куча денег из федерального бюджета, а никакой отдачи нет, экономики здесь нет, тут на самом деле есть одна очень важная принципиальная вещь, и мы тоже на занятиях это прорабатываем, как оппонировать, а где правда, даже самому себе понять, а в чем Потапенко прав, если он прав, а в чем он не прав. Смотрите, в чем ситуация. После распада Советского Союза 1991 года, Дмитрий Потапенко был тогда достаточно молодым человеком, в 90-е годы он себя проявил, сумел там, рассказывают о нем очень много, биография у него достаточно обширная, она в интернете есть, он создал сеть супермаркетов. По-хорошему, если брать по советскому, по советской классификации, это спекулянт. Раньше этот бизнес считался не очень праведным, сейчас он вполне законный, ничего тут сказать нельзя, но психология людей, которые купи-продай, она, конечно, имеет определенные особенности, которые с точки зрения оценки государственнических закономерностей, ну, она, скажем прямо, мягко не дотягивает, что любой владелец магазина или супермаркета, в принципе, имеет в виду. По большому счету, все, что творится вокруг, его интересует на порядок меньше, его интересует норма прибыли, причем норма прибыли здесь и сейчас. Соответственно, если создаются внешние условия, когда, ну, например, у нас затруднены взаимоотношения с Западной Европой, которая ввела санкции против России, и мы ввели контрсанкции, соответственно, изменился поток импорта, который иногда, между прочим, хочу напомнить вопрос, звучавший у нас в программе, почему наши таможенные службы борются с контрафактом и уничтожают продовольствие. Да потому что это была чистая контрабанда, которая реализовывалась и в магазинах в том числе. Соответственно, это была заниженная стоимость, это была неуплата налогов, это были потери для государства, но не для продавцов. И вот когда возникли барьеры на границе с Западной Европой, когда импорт традиционный стал поступать с перебоями, а потом и вообще перестал поступать, естественно, спекулянты или торговцы начали испытывать определенные трудности, потому что уровень жизни начал падать. Выторг стал меньше, и Дмитрий Потапенко в одном из своих интервью в общем-то начал заявлять о том, что вся Россия беднеет, и фасованные конфеты у него в супермаркетах хорошо продаются не по 25 рублей, а меньше по 15 рублей. Дело в том, что действительно экономические трудности есть по всей территории Российской Федерации, но если бы только Российской Федерации. На самом деле экономические трудности для бюджетников, для людей работающих, безусловно, есть. Они в тренде будут усиливаться, но есть еще один тренд. И вот с точки зрения тренда, то есть перспективы, куда идут люди, у нас на самом деле не все так плохо. Даже по сравнению с той же Европой, которая испытывает точно такие же трудности, но только уровень жизни там повыше, и падать людям будет больнее. Так вот, тренды, о чем идет речь? Когда Крым вернулся в состав Российской Федерации, люди сделали свой выбор. И этот выбор они готовы подкреплять, и это, кстати, подтвердило недавний телефонный опрос по электроэнергии, они готовы подкреплять своими лишениями, своими терпениями, своим, в общем-то, подождать этот тяжелый период, для того, чтобы понятно, ради чего мы все это делаем. Жить в России и жить в Украине, это две большие разницы. Люди, которые владеют торговым бизнесом, и у которых тренд не спадающий, они, конечно, испытывают достаточно большое напряжение, связанное с тем, что перспектива у них плачевная. Им нужно либо перепрофилировать бизнес, начинать что-то производить, а производитель и торговец – это разные бизнесы, это разная психология, это разный менталитет. Я даже хочу рассказать одну историю. У меня есть знакомый в Новгородской области, который построил деревоперерабатывающий небольшой заводик. Он делал стулья. Причем стулья делал хорошие, деревянные, не вот эти пластиковые офисные, он делал деревянные стулья, которые, в общем-то, хорошо продавались. Тоже с колебаниями, но хорошо. В Москве был торговый дом мебельный, который торговал этими стульями, и вот в один прекрасный момент владелец торгового дома решил выкупить у моего знакомого заводик. И он его выкупил. И основной результат этого действия заключался в том, что когда производственник производил на заводе стулья, все было более-менее хорошо, стабильно, понятно, люди работали, у людей была зарплата, выплачивались налоги, даже территория вокруг завода развивалась. Но в то время, когда торговец выкупил производственное предприятие, буквально через 6 месяцев завод прекратил свое существование. Менталитет другой. То есть производить что-то и торговать чем-то – это совершенно принципиально разные вещи. И поэтому печаль торговцев, она, в общем-то, и понятна. Потому что импорт, потоки импорта стали меньше. Производить что-то внутри, опираться на внутренние ресурсы. Вот это пресловутое слово «импортозамещение», которое всего лишь означает защиту внутреннего рынка и своего производителя. Это нужно перестроить мозги. И печаль торговцев, которые живут еще в прошлом, в этих сытых нулевых годах, в общем-то, даже после кризиса 2008-2009 годов, в общем-то, был достаточно неплохой период. Люди нормально зарабатывали, имели определенную маржу. Но это время кончилось. И оно кончилось повсеместно. Сейчас весь мир – и Соединенные Штаты Америки, и Западная Европа, и Китай, и другие страны с разной скоростью, с разным движением – они будут испытывать понижение общего уровня жизни. И вот в этой ситуации основное население Российской Федерации к этому готово, потому что в генетической памяти у нас есть и 90-е годы. У нас есть не очень сытые годы советской власти при Советском Союзе, когда был дефицит. Можно даже вспомнить отдельные фильмы, там «Берегись автомобиля», когда из-под полы в кадре продавали «Грюндик», а это 60-е годы, на секундочку. И получается, что генетически потомки граждан Советского Союза к падению уровня жизни готовы в основной в своей большинстве. Но спикеры, которые к этому не готовы, они на самом деле имеют медийный ресурс, они имеют подготовку. Никто не будет спорить, что Дмитрий Потапенко действительно выдающийся оратор, который за словом в карман не лезет и умеет связанно изложить свою точку зрения. Так вот, чтобы эту точку зрения ей оппонировать, чтобы в конечном итоге подготовить специалистов, которые могли бы поехать в Москву и поучаствовать в ток-шоу на телеканале «Россия», на Первом канале, на НТВ. И с точки зрения Крыма, представителей Крыма могли дать аргументированную, авторитетную точку зрения, выполненную по высочайшему классу и с точки зрения ораторского дела, с точки зрения знания, аналитики, умение оперировать фактами, умение структурировать свою речь. Вот, собственно говоря, исходя из таких целей, мы и занялись этим проектом. Хочу напомнить, что из общего массива людей, которые подключатся к нашему проекту, мы отберем на конкурсной основе людей, с которыми мы начнем заниматься углубленно. И, в принципе, из этих видеоблогеров, с которыми мы будем делать дискуссии, мы будем делать ток-шоу, если нам будет не хватать либеральных спикеров, а они же на самом деле маскируются, только некоторые, только в центре берут на себя смелость что-то сказать. А на самом деле, понимая социальное давление, понимая общее настроение людей, очень мало людей, которые могут, например, достаточно свободно и квалифицированно выразить либеральную точку зрения. Они понимают, что людям это не всегда нравится. С точки зрения справедливости, с точки зрения того, как прошли последние 25 лет. Поэтому мы будем использовать для наших ток-шоу, мы будем писать пилоты, мы будем использовать высказывания таких спикеров, как Дмитрий Потапенко, как Павел Грудинин, как другие спикеры, которые проявили себя с точки зрения предпринимателей, которые по аналогии, например, с купцами или промышленниками конца 19 века в правлении Николая II назывались мироеды, и когда, в общем-то, эксплуатация человека человеком достигала катастрофических, в общем-то, масштабов. Я не хочу сказать, что у нас в наше время этого нет. Я, например, недавно слышал историю одной женщины, которая пыталась устроиться в один торговый магазин, ну и рассказывала, что там 12-часовый рабочий день, всего лишь 15 тысяч, объем работы колоссальный, всего лишь один выходной день. То есть у нас с вами тоже это есть. Для того, чтобы создавать информационное поле, для того, чтобы делать социальное давление, поднимать эти вопросы, нужны спикеры. Их нужно готовить, с ними нужно работать с точки зрения подготовки групп анализирующих тексты, анализирующих события, пишущих статьи, блоги. И в конечном итоге мы хотим выйти на формирование определенного информационно-аналитического центра, который бы был государственническим, и основная цель которого была бы сохранение устойчивости управления, для того, чтобы вот это время, которое нам предстоит, 16-й год, год огненной обезьяны, это год хитрости, это год резких движений, это год каких-то непредсказуемых ходов, для того, чтобы устойчивость сохранить, нужно все время упреждать. То есть, когда, например, в общественное мнение будут вбрасываться какие-либо сообщения, которые будут возбуждать общественное мнение, и, например, провоцировать, хоть даже отдаленно напоминающие украинские события, для того, чтобы это упреждать и этому противодействовать, нужно иметь квалифицированные кадры. Причем кадры не только с точки зрения встать перед камерой и что-то сказать. Кадры подготовиться, написать все тексты, написать аналитические записки, написать все справки, изложить это все в документах, взаимодействовать с органами государственной власти, со спецслужбами и создать информационное поле, которое бы увеличивало стабильность управления регионом. Эта задача, она, по сравнению, она, конечно, не хлеб насущный, но по сравнению с тем, что случилось на Украине, а такая работа там практически не проводилась. Там, безусловно, тратились деньги на всевозможные медийные структуры, но вот такого уровня работы не проводилось. И поэтому я хочу снова обратиться ко всем телезрителям, ко всем студентам, работающим молодежи, юношам, девушкам, людям, которые умеют, любят говорить, либо которые, есть еще обратная особенность, люди бывают очень стеснительны, их зажимает, они чувствуют какое-то напряжение, но при этом желание говорить свободно, раскрепощенно, таково, что люди готовы работать над этим и переступить через этот барьер. Мы тоже с такими людьми будем работать, потому что, как правило, именно такие люди показывают максимальные результаты с точки зрения эффективности, с точки зрения дееспособности, с точки зрения влиятельности. Поэтому, в общем-то, сегодняшний выпуск информационной войны я хотел посвятить тому, что наша редакция начинает новый проект. Проект называется подготовка видеоблогеров, подготовка спикеров, подготовка аналитиков, которые, например, по примеру Анатолия Ширия, могли бы вести автономную деятельность, либо которые могли бы вести деятельность в группах, связанную с обработкой определенных материалов, определенных вбросов, работу с фейками. И, естественно, как исполнительный механизм доведения до результата для того, чтобы мы с вами производили новые видеоблоги, телевизионные ток-шоу, дискуссионные клубы. И в конечном итоге, чтобы общий уровень речевой культуры, когда люди любят, умеют и качественно говорят, чтобы уровень речевой культуры в нашем регионе повысился. Вот, собственно говоря, такая тема информационной войны. Встретимся с вами в понедельник. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова